Самарские новости спорта Мы старались сделать как можно больше сложных выбросов, потому что элементы, как делают девочки, вертикали и барракуды у него пока не очень получаются. Смешанные пары выглядят очень красиво. Когда танцует мальчик с девочкой, это же нормально, никто не думает, что это странно. Мы надеемся. Ну, может, когда-нибудь включат эту программу микстов и в Олимпиаду даже. Пока только в чемпионатах мира. Микс-дуэт презентовали на чемпионате мира в Казани в 2015 году. До этого мужчины-синхронисты не выступали на официальных турнирах. Очень красиво смотрится дуэт, когда мальчик может делать большие поддержки, высокие девочки. И на самом деле непонятно, почему в виде спорта сихронного плавания в России не существует в виде спорта для мальчиков. Мне кажется, что надо вносить какие-то изменения, потому что на самом деле, почему не выступать в дуэте, почему не выступать в комбинированной программе, почему в фигурном катании могут быть мальчики, а в сихронном плавании нет. Самарские тренеры надеются, что ребята придут в этот вид спорта. А пока на первенстве по Волжье столицу 63 региона представляли только девушки. С новой программой. На ее подготовку ушло мало времени, всего лишь два месяца. В итоге первое место и путевка на первенство России. Соревнования пройдут в феврале. Мы четыре программы, выступили хорошо. Сейчас проходили групповые упражнения. Нам поставили 85,536 тысяч. За места на пьедестале почета на первенстве по Волжье по синхронному плаванию в возрасте до 18 лет в Самаре боролись более 200 спортсменок. Команды представляли Ижевск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Саратов. Сборная Самары завоевала 8 медалей. 5 из них золотые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.